С вами канал Учебник Слух. Окружающий мир, 4 класс. Тема урока – мир древности, далёкий и близкий. Древний Египет. Примерно 5000 лет назад на берегах Нила возникло египетское царство. Египет называли Дар Нила. Во время разлива река выходила из берегов и орошала поля земледельцев. Поэтому в долине Нила собирали обильные урожаи. Древние египтяне считали, что миром управляют боги. Многие боги египтян были похожи на животных. Бог солнца Ра изображался человеком с головой птицы. Бог воды и разлива Нила Сибек представлялся в виде человека с головой крокодила. Богом мудрости, счёта и письма был бог Тот. Изображали Тота обычно в виде человека с головой птицы Ибиса. Египтяне считали, что бог Тот придумал месяцы и годы и научил людей вести счёт времени. К чудесным дарам Тота относились также арифметические вычисления и письмо. Египтяне считали священными многих животных. Они почитали льва, быка, собаку, кошку, коршуна, сокола, ибиса, крокодила, кобру, скорпиона, жука-скоробея. Писали египтяне особыми знаками и иероглифами. В одном случае иероглиф мог изображать и означать какой-то предмет. Например, солнце, звезда, дом. Но в другом случае тот же самый иероглиф мог служить для обозначения одного или нескольких согласных звуков. Знаков для гласных звуков в египетском письме не было. Научиться такому письму мог не всякий. С почтением относились египтяне к тем, кто овладел грамотой. Древние египтяне умели возводить грандиозные постройки – храмы и пирамиды. Храмы считались жилищами богов, а пирамиды, как ты уже знаешь, были гробницами царей Египта – фараонов. Древняя Греция Много позже, чем Древний Египет, возникли Древняя Греция и Древний Рим. В ту пору появились города, которые и сегодня никого не могут оставить равнодушными – Афины и Рим. Уже много веков сердцем Афин является Акрополь. Так называется расположенный на высоком холме с обрывистыми склонами неповторимый архитектурный ансамбль – прекрасное творение древних греков. Акрополем можно было любоваться со всех концов города и со стороны моря. И сегодня это одна из самых высоких точек современных Афин. Время и люди не пощадили храмы Акрополя, в том числе самый знаменитый – Парфенон. Когда-то внутри храма стояла мраморная статуя богини Афины – покровительницы города. Парфенона сегодня производит удивительное впечатление. Мы можем восхищаться легкими стройными колоннами, которые четко вырисовываются на фоне неба, видеть прекрасный город, лежащий у подножия холма, море и горы вдали. И возникает удивительное чувство – все это и есть сама красота, в которой нераздельны природа и творение человеческих рук. Древняя Греция – родина Олимпийских игр. Соревнования проводились один раз в четыре года в городе Олимпия. На них съезжались спортсмены со всей Греции. В дни Олимпиады были запрещены любые военные действия. Уже в древности появилась более простая и удобная письменность, чем письмо древних египтян. Жители Финикии придумали такой алфавит, в котором каждый знак, буква, передавал определенный согласный звук. На основе финикийского письма создали свой алфавит древние греки. В греческом письме впервые появились буквы для обозначения гласных звуков. Буквы современного русского алфавита произошли от древнегреческих букв. Древний Рим Датой основания города Рима считается 753 год до нашей эры. Со временем римляне создали могущественное государство. Они завоевали огромные территории, на которых основывали новые города, прокладывали дороги, сооружали храмы. В современном городе Риме сохранилось немало древних построек, которые рассказывают нам о прошлом. Тебе уже известен Колизей. Очень интересен римский форум, который был центром общественной жизни города. Здесь располагались храмы, банковские конторы, торговые лавки. Огромное впечатление производит пантеон – храм всех богов. О том, как выглядели другие римские города, можно узнать, побывав в Помпеях. Археологи открыли этот город, который в древности был погребен под толстым слоем пепла при извержении вулкана Везувий. История древнего мира длилась несколько тысяч лет и закончилась в V веке н.э. Сделаем вывод. История древнего мира насчитывает несколько тысячелетий. Тогда существовало много разных государств. О тех временах рассказывают знаменитые постройки. Великим изобретением стала письменность. История древнего мира насчитывает несколько тысячелетий. История древнего мира насчитывает несколько тысячелетий.